так всем привет сегодня у нас второе по счету интервью с евгением который ворон узнаем последние новости о том что происходит с шаманом какие новости об отряде всем привет страна подписчики серегины всем привет гостям также передаю привет ну новости значит последние такие сергей сашу задержали в чеке он там как оказался вообще слушай по ходу дела когда они все были сконцентрированы на парнях пока занимались парнями в этот момент я так понимаю и ушел то сейчас пока что еще ты шаман пообщаться не успел это вот то что ну где имею дупой телефону это вот то что из сообщений пока какую-нибудь я ему звонил видеозвонок а по видео по виде звонку с ним разговаривали он сказал что дом показывал мне руку показывал руку что он имел ввиду руку показывал что за просветия и сам приехал будет нет я бы тебя привезли он горит до арестована опять же с его слов я как есть так и год вот но все какие по отряду по отряду айхал вышел из отряда не является феном отряда вышел из отряда официально он об этом объявил в интернете в группе он написал что он вышел из отряда так какие новости давай про шаман дальше что еще известно то есть он оказался в чете и с 4 его доставили в якульску ну как сказал саша теперь я под домашним арестом обычно же это суд подсудное дело сначала нужно вынести как это все происходило пока не знаю но я думаю что завтра мы все это узнаем пускай он отдохнет наберется сил и еще скажу особо важно ну что он уходит спячку то есть объясни да что это такое спячка это для шаманов это чтобы вам было понятно медитация медитация что такое медитация все знают он идет будет общаться с духами насколько по времени это не вообще не не известно никому даже ему самому да это не очень такая немаловажная новость он уходит общение с духами как это все будет выглядеть как это будет все происходить я не знаю вопрос я ему также залогте пускают людей он сказал где пускают но у них сейчас там карантин много заболеваний людей 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 пускают ограничения нет ни по сотовой связи он хочет записать видео обращение это понимаю что да я думаю что привет беата к нему все-таки я сегодня беата разговаривал беата назад пятками как говорится не топает и поедет будет записывать ролик я думаю то есть завтра-послезавтра уже у нас подробности что-то будет так про этого проект да про их учетом доехали до новосибирска встретился я с виктором эльфом все вы его помните который депортировали из якутска в новосибирь встретил меня пришел домой познакомился родителями мамка папка вот такие вот отец куда верующий спортсмен посидели пообщались покушали чай попили поболтали я удалось у него побыл но он отошел уже он уже в таком состоянии я вообще его короче не узнал когда уйдет то есть до сих пор на 10 первые сутки а потом может быть я просто привык но от нас тоже не было такого чтобы за нами не смотреть и даже в новосибирске не зашли в блинную с ним я записывал там видеоролика зашли блины попить чая поселить поболтали в городе думать о себе и до нас там mercedes охранялся таксист какой-то мерседес на зонами едет и в результатовой наверно потом посидели посмеялись но виктор конечно нет даже отказался напрочь мне давать интервью чё говорит он вернется в отряд не что парни в чете которые вчера смотрели у лёхи пичигара интервью с ними валенка 78 размеров они у них какие планы они по домам у нас там получился момент такой неприятный то есть они выкладывают видео что у них все фигово а я как-то разговаривал с ними и они вроде все нормально вроде как будет стабильно я выкладываю ролик что у пацанов вроде все нормально все стабильно и получается так что как бы они мне сейчас предъявляют блин у нас все хреново а ты говоришь что у нас все плохо это дело просто в понимании ситуации с одной стороны все хорошо что их не посадили там никуда милицию что их все-таки отпустили а с другой стороны они находятся в другом городе без копейки денег там сколько там я считаю личное мнение что пока надо вот стоп-кран пока стоп-кран вот я слышу что у путина там проблемы со здоровьем да я сделаю ролик выпущу чем проблема со здоровьем я думаю что нам надо взять паузу пока этот набирается сил а этот теряется без важный момент нам надо просто сейчас выждать немного подождать сами сейчас придет себя и я думаю что как он говорил в марте ну в любом случае мы ждем команды от шамана то есть без шамана все равно никто ничего делать не будет то есть как только он выпустит очередной приказ либо там скажет что-то такое допустим да и тогда уже от этого будем сходить да сергей совершенно верно но люди очень много переживают я думаю в комментариях тоже вопросы задают где шаман что с ним соловики задержали много версий что психбольницы что он дома ну что это все равно не чисто то есть просто так ему оказаться в чите это с бухты барахты так не получается какие-то у него было три дня и за эти три дня получается я считал и учитывал и получается за три дня он реально автостопом преодолел 2000 батарея тем более его личность известна любой дальнобойщик увидел вас один скажет сам шаман везу потому шаман и поэтому я думаю что это не проблема за три дня за 2000 суши ну в чите же как раз ребята сейчас да может быть он может быть слушая еще толком сергей же говорю никакой информации владелец самый главный увидел что он дома живой здоровый радик рядом сестренка вот ну и что как бы живой здоровый самый главный момент что он живой здоровый дома находится когда все ждем дальнейшего развития сам все на этом можно закончить я думаю все спасибо за интервью